Субтитры создавал DimaTorzok 1944 года, как дальнейшее развитие Су-85 ввиду недостаточных возможностей последней в борьбе с немецкими тяжелыми танками. Первое боевое применение СУ-100 состоялось в январе 1945 года, и в дальнейшем СУ-100 использовались в ряде операций Великой Отечественной и Советско-Японской войны, но в целом их боевое применение было ограниченным. После войны СУ-100 неоднократно модернизировались и в течение долгого времени оставались на вооружении Советской Армии. Также самоходки поставлялись союзникам СССР и участвовали в ряде послевоенных локальных конфликтов, в том числе наиболее активно в ходе арабо-израильских войн. В игре характеристики боевой машины следующие. Боевая масса 31,5 тонна, мощность двигателя 500 л.с. при 2050 оборотах в минуту и максимальная скорость 57 км в час. Угол вертикальной наводки 3 градуса вниз и 20 вверх. Толщина брони корпуса составляет 75 мм во лбу, а бронирование бортов и кормы всего лишь 45 мм. Машина оснащена 100-мм длинноствольным орудием Д-10С, который обладает хорошей скорострельностью. По характеристикам очевидно, что советский истребитель танков является очень подвижной и маневренной единицей. Наши скоростные характеристики позволяют эффективно перемещаться по полю боя и приходить на помощь там, где это больше всего нужно. Но качественному наведению на цель мешают посредственные углы вертикальной наводки, так что выбор местности очень важен для данной самоходки. Говоря о бронировании, то оно не самое могучее, хотя лобовая бронеплита находится под неплохим углом. Пока замечено следующее. Уничтожить СУ-100 с одного попадания не всегда получается, и это нам на руку. Конечно же, к неоспоримым плюсам можно отнести замечательное орудие Д-10С. Хорошая скорострельность вкупе с приличным пробитием делает нас опасным врагом на любую дистанцию. Стреляя по уязвимым местам, вы в состоянии избавиться от любого противника за несколько попаданий. Говоря о тактических действиях, необходимо отметить следующие варианты применения самоходки в бою. Конечно же, это засадный или снайперский бой почти на любые дистанции. Маленькие профили подвижности позволят вам эффективно наносить повреждения неприятелям и при необходимости отступить, выбрать другую огневую позицию и удивить команду противника. Если не любите отсиживаться в кустах, подыскивая жертву, то можно с уверенностью поддержать союзные танки плотным огнем, которые пытаются продавить направление. Двигаетесь за своими на дистанции 100-200 метров и ведете последовательный огонь. Если вам не нравится размеренная танковая перестрелка, то выдвигайтесь со средними и легкими машинами в тыл противнику, благо скорость позволяет. В данном случае вы, конечно же, окажете необходимую огневую поддержку своим союзным танкам. Ну и если команда бросила вас и фланг в одиночестве, можно его успешно защищать или при необходимости попытаться захватить ключевую точку. Это тоже вполне посильная задача для советского истребителя танков. Друзья, на этом, пожалуй, все. С вами был Шкипер. Комментируйте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, ребята, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok